Добрый день, дорогие коллеги! Добрый день, дорогие друзья! Это наша вторая встреча. Учитывая и проведя работу над ошибками в первой встрече, я решил, с вашего разрешения, воспользоваться шпаргалкой, которую сам и написал. Ну, и эта шпаргалка писалась, как говорят иногда, от ветра головы моей, то есть практически не заглядывая ни в какой источник, ни в какую литературу. Это не значит, что я с ней не знаком. Конечно, я с ней знаком с этой литературой и разной. Но в основном учитывался опыт мой личный. Работы, прежде всего, с детьми в музыкальной школе. Итак, тема сегодняшней, сегодняшней нашей встречи. Основные приемы извлечения звука на балалайке. Одним из самых характерных способов извлечения звука на балалайке является прием бряцания. Правда, этот прием не совсем балалайшный. Балалайшники позаимствовали прием бряцания у исполнителей на гуслях звончатых. Ну, не мудрено, потому что гусли звончатые появились и стали любимыми в народе гораздо раньше, чем появилась в народе балалайка. Итак, как же произносить бряцание или брецание? На каком условии надо делать ударение. Вот как ни странно, это совершенно не важно. Можно говорить и бряцание, и бряцание, все будет правильно. Что же такое бряцание или бряцание? Как это можно понять? Понимается это так. Это удар предметом, может быть даже и металлическим предметом, по металлу. Таким образом получается очень звонкий звук. Но ударять можно не только по металлическому предмету, можно ударять и по струнам. Ну, так же, как на гусских звончатых ударяли по струнам плектором или медиатором. Или балалайшники ударяют по струнам. Вот сейчас я вам расскажу, что такое бряцание на балалайке. И как оно извлекается, и как оно получается, это бряцание. Итак, прием бряцания, он делается таким способом. По струнам, по всем струнам, наносится удар, кончиком подружки указательного пальца, сверху вниз и снизу вверх. Вот и все. Ну, давайте на этом поставим многоточие и поговорим вот о чем. А когда же прием бряцания, надо с этим приемом знакомить ребенка. В какое время? С первого ли урока или потом? Так вот, опыт подсказывает, что бряцание прием надо вводить тогда, когда учитель абсолютно убежден, что ребенок уже научился верно сидеть, уютно удерживать инструмент. Только в этом случае надо переходить к освоению приема бряцания. Если же учитель видит, что ученик сидит неловко, если же ученик видит, что у ученика баловаячка норовит выскочить в какую-либо сторону, с приемом бряцания надо погодить. И надо очень внимательно посмотреть, а как он извлекает звук приемом пицциката большим пальцем. Извлекать звук приемом пицциката большим пальцем надо следующим образом. Надо развернуть палец в ногтевой фаланге в сторону струн. И звук извлекать, удаляя по струнке. Очень часто дети поступают совершенно другим образом. Вообще изобретательность детская, фантастическая. Часто большой палец не разворачивается в сторону струн, а большой палец делает движение параллельно корпусу инструмента. И удар наносится, ну как бы большим рычагом. В этом случае абсолютно не участвует в извлечении звука, наткевая фалангу козактного пальца. Еще раз посмотрите. Теперь, что же происходит дальше? Прием пицциката большим пальцем таким образом устроен, что рука должна находить опору на корпус инструмента снизу корпуса в районе панциря. Но ребенок, изобретательный человек, он делает следующее. Он почему-то охватывает пальцами, кроме большого пальца, от указательного до мизинца так крепко корпус инструмента снизу, что балайка у него начинает висеть в воздухе. К сожалению, такие вещи происходят очень часто. И тем более, ни о каком приеме Брятца ни разговору быть не может. Потому что прием Брятца делается таким образом, чтобы балайка была хорошо закреплена по нашим правилам. Мы говорили об этом в предыдущей нашей встрече. Вот, чтобы балайка удерживалась телом исполнителя. Чтобы правая рука была свободна, нанося удары по струнам вниз и вверх. Что же для этого надо сделать, для того, чтобы ребенок в конце концов привык удерживать инструмент по нашим правилам, и чтобы ему было уютно и свободно при игре? Теперь мы дополнительно вводим еще один прием, который называется арпеджиата. Иногда этот прием арпеджиата у народных исполнителей на балайке он называется еще перебором. Перебор или арпеджиата делается следующим образом. Таким образом разворачивается большой палец, большой палец активен, особенно в ногтевой фаланге. Но рука не ищет опоры на инструмент, а рука совершенно свободная, при округлом лучезапясном суставе. И чтобы получился красивый звук, надо сделать на самом деле так сыграть. Как бы перебирая струны. Остальные пальцы от мизинца до указательного, или от оказательного до мизинца, они совершенно свободны, не напряжены, потому что иногда бывает, вот и такое увидишь. Надо наши упражнения насытить пьесами. Пускай они будут маленькие. Это я их называю пьесы-ключи. Ну, одно из таких произведений, я вам сейчас сыграю, называется «Во собой в огороде». С этого произведения и скрипачи начинают свою деятельность концертную. Вот, послушайте, как это звучит в «О саду или в огороде» в исполнении приема арпеджиата. Посмотрите. Пунцевит Μьиииииииииия и саду. большим пальцем. И прием арпеджата. Они как бы дополняют друг друга. При этом в конце концов ученик начинает привыкать удерживать инструмент собственным телом. Для этого абсолютно не надо использовать, не ухватывая балайку снизу и удерживая ее на весу. Я хочу обратить ваше внимание еще на то, что балайка может удерживаться совершенно запросто, если ребенок одет в простую одежду. Простую одежду что я имею ввиду? Ну, одежду из хлопчатобумажных тканей. Совершенно запросто не будет балайка высказывать из рук исполнителя. Для этого совершенно не потребуется ни прорезервные подкладки, ни поролоновые, как это очень часто, к сожалению, бывает. Балайка запросто удерживается и без рук. Правила посадки и правила удержания инструментов мы об этих правилах говорили в первой нашей встрече. Итак, наш подопечный, исполняя пьесы ключи приема пицциката большим пальцем арпеджиата, сидит уверенно и уверенно удерживает свой инструмент. Более того, правая рука при извлечении звука приема арпеджиата производит движение сверху вниз и снизу вверх не судорожно угловата, а плавно. Все это говорит о том, что можно переходить к освоению приема бряцания. Более того, мы за несколько уроков ранее, мы стали делать еще и подготовительные упражнения для того, чтобы плавно перейти к приему бряцания. Что имеется в виду? Ну, во-первых, надо ученика научить собирать руку для извлечения звука приема бряцания. Что же это такое? Прием бряцания извлекается кончиком подружки указательного пальца. Надо указательный палец положить на среднюю фалангу среднего пальца. А сверху большой пальчик ляжет на сустав, связывающий ногтевую фалангу и среднюю фалангу указательного пальца. Средний палец безымянный и мизинец слегка подобраны, но ни в коем случае не прижаты в кулачок. Посмотрите, мы освободили ногтевую фалангу и кончик подружки указательного пальца для извлечения звука. Очень хочется напомнить, что собирая таким образом игровой аппарат, так мы его назовем, ни в коем случае пальцы прилегают друг к другу, ни в коем случае эти пальцы не должны крепко прижиматься. Они прилегают друг к другу свободно, без всякого усилия. Вот мы научили собирать игровой аппарат для извлечения звука. Это кисть и пальцы правой руки. Теперь дальше. Для извлечения звука мы должны еще и научить ребенка делать кисть округлой. Итак, несколькими уроками ранее мы уже научили и кисть с правой руки делать округлой. Как это происходило? Надо правую руку согнуть в локтевом суставе, оперить на какую-либо поверхность, может быть на стол, поднять предплечье и кисть правой руки вверх, а потом освободить лучше запястный сустав, раскрепостить кисть так, таким образом кисть упадет вниз совершенно свободно, а затем, обратите внимание, собрать пальчики в рабочее положение. Пальцы правой руки собрать в рабочее положение. И вот в этом положении надо кистью слегка поболтать. А потом, как бы имитируя извлечение звука на балалике, поболтать кистью вот в таком положении, как бы, вроде бы, как извлекая звук на балалике. Вот, в принципе, мы и приготовили для того, чтобы наш игровой аппарат, для того, чтобы получился прием бряцания в конечном счете. Далее, предплечье правой руки в области лобки надо поместить между верхним углом корпуса балалочки и нижним порожком. Уютно уложить ее на корпус, руку. Рука собрана. Для нанесения удара по струнам руку надо и кисть отвести вверх, таким образом, чтобы кисть была развернута в сторону лица исполнителя, а затем, наконец, сделать хлесткий удар вниз по струнам. Затем руку поднять, энергично и снова сделать хлесткий удар по струнам. Поднять. Надо потренироваться так, чтобы эти удары были равномерными, ритмически организованы. Обратите внимание, когда рука летит вниз, ее ни в коем случае не надо подталкивать. Часто ребенок такое дело делает. Более того, при этом еще и начинает зажимать опять пальцы. Помните, я вам рассказывал, что ни в коем случае пальцы прилегают друг к другу, но ни в коем случае они не зажимаются. Посмотрите, когда рука падает вниз, кисть как бы опережает предплечье, и под собственным весом кисть разворачивается в сторону от исполнителя. А когда вы ее поднимаете вверх, кисть разворачивается в сторону лица исполнителя. Вот такие равномерные удары сверху вниз надо научить ребенка вашего делать, добиваясь хорошего ощущения свободы в движениях своих. Я иногда делаю такие вещи, не всегда мой ученик понимает, как это так взаимодействует кисть и предплечье. Вот эти развороты вверх-вниз. Я их прошу сделать вот такой прибор. Смотрите, палочка, к ней привязана веревочка. Что это такое? Ну это, если хотите, плетка, если хотите, бич. И посмотрите, я прошу ребенка сделать вот такие движения. Кисть делает резкое движение. В этом случае надо немножко пофантазировать. Веревочка или кнут, это кисть как бы. А вот это вот кнутовище, палочка, это как бы предплечье. Вот так они взаимодействуют. Посмотрите. И надо добиться так, чтобы получился щелчок кончиком. Что же производит щелчок? Вот это кончик как раз этой веревочки. Если вы научитесь ребенка делать вот такое встряхающее движение. Ну, иногда это помогает. Иногда, мне кажется, помогает это довольно часто. Чтобы понять, а как же тогда это двигается? Что такое хлесткий удар вниз? При извлечении звука, бряцании. Когда достаточно уверенно ваш подопечный производит, наносит эти удары на струны, надо, наконец, подключить удар снизу, кончиком подружки указательного пальца. Что для этого надо сделать? Надо с такой же энергией, как рука падает вниз, надо эту руку и кисть поднять. Я иногда говорю, ребят, представьте себе, что вот за кончик пальца привязали веревочку. И за эту веревочку кто-то резко дергал. И получился резкий удар вверх. А теперь надо соединить оба удара. И вниз, и вверх. Не всегда получается у детей такое движение. Дело в том, что иногда, опять-таки, ребенок очень изобретателен, иногда получается так, что предплечье вверх поднимается, а вот кисть как бы запаздывает. И ребенок как бы подтаскивает кисть вверх. Для него это одно и то же. Для нас сами, конечно, это очень большая разница. Итак, вспомните. Веревочка привязана как бы к кончику указательного пальца. И дернули за веревочку, и арест, раз. И кисть, и предплечье подскочили, подлетели вверх. Причем кисть опережает движение предплечья. Мы соединили эти два движения, удар вниз и вверх. А теперь эти движения надо отработать, чтобы получались они достаточно продолжительное время. И здесь нам поможет очень интересное упражнение, с которым поделился замечательный музыкант Евгений Георгиевич Быков. Он живет в Челябинске, он заслуженный артист России, замечательный исполнитель на балалайке и профессор Челябинского вуза. Он назвал это упражнение колокола. Я у него спросил, а что такое, почему колокола-то? Он говорит, а посмотри. Видишь, балалайка в разрезе, она как бы напоминает колокол. Мне это очень понравилось. На самом деле, как колокол получается. А рука тогда какую роль выполняет? А рука выполняет колокольного языка. Или била еще так его называют. Итак, в конце концов, мы договариваемся с моим подопечным, что мы изображаем пасхальный колокольный перезвон, который начинается достаточно медленно, а потом делаются такие удары, относятся с большим ускорением. Все больше быстрее и быстрее. Так, 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 так это упражнение колокола TZI. И это упражнение колокол. Когда такое упражнение колокола TZI. Колокол ваш подопечный хорошо освоил, надо перейти к следующему упражнению. Это упражнение я назвал паровозик. Оно похоже на колокол, тоже играется на открытых струнах, но отличие заключается вот в чем. В этом случае происходит акцентирование через равные промежутки времени определенных ударов. Эти удары распределяются вот таким образом. Из восьми ударов первый акцентируется. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Делается вот этот акцент на каждом первом из восьми ударов. Каким образом? Акценты тоже делаются таким образом, как... Вот представьте себе, что рука у вас мокрая, и надо сбросить капли, которые на руке. И надо сделать... Как вы сбрасываете капли? Надо сделать резкое движение. Резкое кистевое движение. Тогда с капли отлетает. Вот примерно так. Получается импульсный акцент. Он не сразу осваивается, но, как ни странно, ребятишки потом в конце концов к нему привыкают. И это создает очень хорошее такое, очень хорошее ритмизованное упражнение получается. Вот два упражнения, паровозик и колокола, они как бы дополняют друг друга. Друг друга. Ну и что еще хочется сказать? Мне хочется обратить ваше внимание на механику движения вот этого игрового аппарата во время извлечения звука приемом бряцами. Посмотрите, предплечье, оно действует как бы в двух ипостасях. Первая ипостасяь – это возвратно-поступательное движение прямолинейное. А вторая ипостасяь этого предплечья – вращательное движение вместе с кистью. А что же получается при ускорении? Вы сейчас замечали. При ускорении амплитуда или размах предплечья сокращается. И постепенно, когда происходит ускорение, и предплечье, и кисть участвуют только в одном вращательном движении. А что происходит при замедлении? А при замедлении получается так, что постепенно возвращается возвратно-поступательное движение предплечья. Вот, на первый взгляд, это довольно сложно. А с другой стороны, это настолько естественно для человеческой природы, но все это, все настолько естественно, все это лежит в человеческом организме, что никакого искусственного здесь, ничего искусственного здесь не принесено, нет нисколько. Так что вот этого бояться не надо. А зачем предплечье участвует в работе? В произвлечении звукоприемом бряцания. А вот зачем. За счет чего получается яркий, сочный, красивый, тембрально насыщенный звук? За счет, мы говорили, что ни в коем случае прижимать пальцы друг к другу нельзя. Хотя ребятишки это делают довольно часто. Они крепко прижимают указательный палец средним и большим пальцем. К сожалению, большому. Вот, чтобы получился яркий звук. Этого вовсе делать не надо. А за счет чего тогда получается звук полный, вот такой хороший, красивый, и объемный, и достаточно сильный? А за счет массы руки, за счет веса руки, веса руки всей. Посмотрите, какие части руки участвуют в процессе звукоизвлечения. Мы уже говорили, кисть, предплечье, это непосредственно. Но еще и опосредственно плечо. Плечо должно быть свободно, опущено, ни в коем случае не поджато. К сожалению, очень часто у детей получается такая штука, они боятся, что балайка выскользнет, и начинают очень сильно прижимать вот этот локоть к себе, вернее, не к себе, а к корпусу балайки, чтобы балайка не вылетела. Вот, от этого, конечно, надо избавляться. К сожалению, такие тоже ошибки бывают у ребятишек довольно часто. Значит, получается, если плечо свободно, если предплечье свободно, если кисть свободна, то масса руки достаточно большая. Даже у маленького человечка мы играем всей рукой. Ну, освоив эти приемы, эти упражнения, мы создали очень хорошую, создаем очень хорошую почту для перехода к освоению следующего приема, который называется тремоло, и о котором мы поговорим не несколько позже. Спасибо за внимание. Всего доброго. Продолжение следует...